МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я Влад Чижов. И да, у меня обострённое чувство справедливости. Ты вот с девочкой ошибся серьёзно? Думал, что за девочку заступиться некогда? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблема у вас. Я нормально всё чувствую. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Ты пенсионеров обманываешь. Деньги у них последние забирай. По пути. Я знаю, как вычислить и обойти, для кого кидняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Хотел своей девушке, Алёне, сделать красивое предложение. В итоге остался без денег, без отдыха и, похоже, без девушки. Я ей 120 тысяч отдал. А ты хотел просто через меня подкатить? Окей, давай нос. Ты считаешь, похуже? А вот эта девушка, случайно, у вас не работала? Вот эта девушка на второй ботифа знакома? Ну, сейчас что ты от меня хочешь-то, а? Возврат долга гарантирует всем своим имуществом. Мне в блог написал Сергей. Хороший парень. Решил с девушкой отдохнуть на курорте. По совету приятеля, связался с турагентом. Отдал 120 тысяч за турпутёвку. В итоге остался без денег, без отдыха и, похоже, без девушки. Я договорился с ним о встрече. Будем выяснять, как такое могло произойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей? Здравствуйте. Какие-то хорошо приехали. Может, чай, кофе там? Серёж, не суетись. Нет времени на чай, на кофе. Удобно. Я сам. Где мы можем поговорить? На кухне. Ребята, заходим. Ну, не смущайся. Камера-то рассказывает, что вы заслуживаете. Приехали. Для меня это радость. Ну, давай, рассказывай. Ну, как сказать, попал на деньги. Такие для меня довольно-таки серьёзные. Вот. И, можно сказать, почти разрушил свои отношения с девушкой, с которой хотел поживаться. Давай, не волнуйся. С самого начала. Что случилось? С самого начала. Хотел у своей девушки Алене сделать красивое предложение руки и сердце. На фоне гор, моря. В общем, уехать в Сочи. Ну, романтик. Романтик. И у меня вот есть такой друг Егор. Проверенный человек. То есть я его вручал, он меня вручал. Он сказал, что у него есть знакомая Ольга, которая работает в туристической фирме. Дал мне её контакт, чтобы подобрала мне что-нибудь поинтереснее. В итоге я написал. Вот это Ольге. И она приложила мне хороший вариант. В Сочи за 120 тысяч, all-inclusive. Всё прям, вот, как я хотел. А это цель дешевле рынка? За нормальный цель за 120 тысяч. У меня были такие деньги, на тот момент, ну, как сказать, ну, прям впритык хватило. Ну, с ней созвонились, она мне дал свой номер телефона, договорились встретиться в кафе. Тебе это не смутило? Вот. Меня, как сказать, немножко смутило, но она аргументировала это тем, что она находится на данный момент в отпуске и сама полетит тем же рейсом, что и я должен был улететь солёный. Вот в этот же тур? Вот в этот же тур. Ну, и ты, соответственно, расслабился. Да, расслабился. Прям, ну, как сказать, в уши мне натекло водички. Вот. И доверился. Поехал в кафе, взял сумму нужную, подписал с ней все договора, дал деньги наличные. Целиком сразу? Да, целиком и сразу. Вот. И, то есть, она мне потом уже в дальнейшем по электронной почте прислала и билет, и, то есть, все брони. Что всё это обман и выяснилось очень легко. В аэропорту. Так. Да, как-то не смешно и грустно, потому что надо было всё заранее проверять, ну, то есть, надо было, то есть, и билеты сверить как-то, да, то есть, ну, я этого не сделал, потому что, ну, поверил, всё-таки билет на руках, всё круто. Ну, и человек вроде не сурится по рекомендации. Да, человек не сурится по рекомендации, и от Егора, и всё, всё хорошо было. И как всё было в аэропорту? Приехал в аэропорт, мне говорят, то есть, на нас, да, с девушкой билетов нету, вот, и, то есть, билеты фальшивка, и всё вообще у нас недействительно. Я позвоню Воле, а она трубки не берёт, вот, и почту, с которой она мне прислала, соответственно, все... Ну, заблокировали? Да, всё заблокировали. Вы не представляете, что там было в аэропорту, девушка вся в слезах, вот, мы все оба на нервы. Вот, она подумала, что я хочу её кинуть. Сергей, ну, ситуация, конечно, непростая. Скажи, пожалуйста, ты распечатывал там билет? Вот, у меня всё распечатано. А можно билет? Договорчик? Да, 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 конечно. Сейчас принесу. Собственно. Так, это электронный билет, это Ваучер, это Договор. Договор. Фирма... Я в интернете посмотрел, всё, то есть, фирма рабочая, вот, но, к сожалению, с самой фирмой, то есть, по поводу Ольги не связывался. Скажи мне, пожалуйста, Серёж, вот после этой некрасивой сцены в аэропорту, ты связывался с Егором, ведь всё-таки это он тебе рекомендовал? Он сам в шоке, он сам в шоке, он говорит, я ей пишу, там пытался на почту, в любой социальной сети, где они общались, вот, всё пропало просто. То есть, ну, у нас ни фотографий не осталось, ни каких-либо данных, то есть, ну, и, скорее всего, мы её не найдём. В общем, так, Серёж, вариантов немного, у вас на эту Олю ничего нет, ни телефонов, ни адрес электронной почты, всё заблокировано, фотографий нет. Но ты с ней встречался? Да. То есть, ты можешь как-то её описать, да, то есть, ты запомнил её? Да, очень хорошо запомнил. У меня к тебе просьба, позвони сейчас Егору, всё-таки это его знакомое, давай-ка мы его подтянем навстречу, если получится, мы сейчас подъедем к одному специалисту и попробуем составить, ну, такой, типа, портретик этой дамы. Давай ему прямо сейчас набрать. Набирай, поставь только на громкую, я все разговоры записываю. Да, без проблем. Алло. Алло, Егор, привет. Да, здорово, Серега. Мне нужна твоя помощь. Да, конечно, без проблем, а что это делать? Через сколько будешь свободен? Вообще, сможешь сегодня как-нибудь подъехать? Да, конечно, не вопрос, а куда? Ну, давай, это, будь на низком старте, вот, я адрес пришлю, со мной с кем. Вот, так что... Да, да, всё, без проблем, давай, тогда до связи. Буду до связи, всё хорошо, спасибо, всё. Одевайся, спускайся, слева от подъезда чёрный джип. Я тебя там жду. Мне в блог написал Сергей. Решил с девушкой отдохнуть на курорте. У меня вот есть такой друг Егор. Он сказал, что у него есть знакомая Ольга. Приложила мне хороший вариант. В Сочи за 120 тысяч, олунг иллюзив, билеты фальшивка. И всё вообще у нас выяснительное. Позвали сейчас Егору. Мы сейчас подвезем к одному специалисту и попробуем составить, ну, такой, типа, портретик этой дамы. Ну, чё сказать, парня понять можно? Буду стараться ему помочь. Алло. Дим, здорово, это Влад. Привет, Влад. Мне вот помощь твоя требуется. В общем, у меня паренёк один, вот он девушку видел, может её описать, надо вот портрет этой девицы составить. Поможешь? Да не вопрос, Влад, конечно, подъезжай. Адрес прежний, Арябиновый. Отлично, я прямо в ближайшее время и буду. Супер, жду. Давай, присаживайся, не стесняйся. Так, я со специалистом договорился. Сейчас поедем к нему, своему Егору. Скинь адрес Арябиновой. Плюс пусть выезжает прямо сейчас. Сейчас сделаем. К сожалению, Сергей, сейчас мошенники слишком хитрые стали. Они втираются в ближний круг людей, потому что у людей складывается такое ложное ощущение доверия и гарантии. Да я сам виноват. Чего уж говорить. И своими собственными руками всё отдал. И сейчас я вообще не понимаю, что он у меня будет солёный. И как вообще... Ладно, сейчас повстречаемся с твоим Егором. Он-то всё-таки лучше эту Олю знает. Да. Надо выяснить, как он с ней познакомился. Вот, исходя из этого, поймём мы, как искать эту Олю. Да. Вон Егор стоит. Начинаем сейчас. Вообще, и всё. А ты Егор, значит, да? Да, здравствуй, Влад. Не ожидал вас увидеть. Приятно познакомиться. Здорово, Серёг. В чём вопрос? Слушай, Егор, я тебя специально вытащил сюда. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Ты расскажи, при каких обстоятельствах ты с ней познакомился? Может, мы хотя бы какую-то ниточку возьмём? Ну, как её найти-то? Да, я... Неудобно говорить, но я её даже вообще не видел в жизни. Да, это как? Мы с ней не встречались. Ну, я в соцсети познакомился с ней. Она представилась оператором из турфирмы. А Серёга как раз вспомнил, что ты мне позвонил? Да, помню. И попросил тебе с туром помочь. Ну, я их решил свести, потому что девчонка красивая. Мы фотки полайкали, а встретиться она со мной не согласилась. Я подумал, как-то через Серёгу с ней пересечься. В смысле пересечься через меня? Я не понял. Ну, потому что тебе же тур нужен был. Что за бред? Что за бред? Я ей 120 тысяч отдал. 120 тысяч. А ты хотел просто через меня подкатить? Ну, Серёга, ну ты пойми, я же как лучше хотел. А ты меня пойми. Так, ладно, всё, кончай базар. Егор, ну, видимо, ты в нашей истории, ну, скажем так, пользы большой не принесёшь. Извини, что дёрнул тебя. Да, не я знаю, что я... Пойдём, Серёж. Очень приятно было. Пока. Да-да. Дима. Влад, привет. Здорово. Я не один, я вот с товарищем. Привет, Дима. Сергей зовут. Знакомьтесь. Ну, давай, Серёга, сейчас всё от тебя зависит. Давайте попробуем, может быть, как-то вы сможете друг другу объяснить, и в результате, там, твоя работа будет какую-то более-менее вменяемая картинка. Да. Приблизительно хотя бы помнишь возраст или... Ну, 25. 25, хорошо, давай тогда начнём с лица, наверное. Лицо у неё немного в худобу, но подбородок более округлый. Такое? Ну, да, приблизительно так. Окей, так, давай тогда дальше. Глаза. Глаза тёмные, кори. Так, вот смотри, я сейчас буду менять. Такие. Да. Окей, так. Наверное, тогда брови. Брови ровные, немного жирненькие. Если так выражаться. Да. Окей, давай нос. Такой довольно-таки узкой. Стандартная форма. Ну, вот, наверное, такой. Ну, давай-ка так. Давай тогда губы. Ухные, тонкие, средние. А ты подставляй разное. А ты, смотри, похожие или нет? Слишком. Не слишком. Похоже. Так. Можно ниже. Да, да, да. Так, волосы. Светлые, вот трусы. А причувствия какая? Ниже плеч. Длинные. Ниже плеч, окей. Ну, похоже, похоже, да. Вот если только пониже, наверное, выпустить. Да. Так, ну, а всякие, может, опознавательные пирсинг или? Нет, не было пирсингов. Ничего. Ничего такого. Ни родинок. Ни родинок, ничего такого. Ну, тогда, наверное, все. Я думаю, да. Ты считаешь, похоже? Скажем так, если я увижу этот фоторобот рядом с этим человеком, я сто процентов узнаю. Тогда давайте распечатывать. Угу. Готово. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо, удачи. Спасибо, надеюсь. Я уверен, что это поможет. Ну, в общем, Серег, ты сейчас езжай там по своим делам. Будут у меня новости какие-то. Ну, предмет разговора будет. Я тебя тогда выдерну. Ну, на этом спасибо большое, на самом деле. Ну, давай, поехали. Спасибо большое. Фоторобот, конечно, не фотка. Но, с другой стороны, все лучше, чем ничего. Я на сто процентов уверен, что эта Оля не имеет никакого отношения к фирме. Ну, это же какое палево. С турфирмой-то такие махинации проворачивают. Но, с другой стороны, у мошенницы оказались реквизиты этой конторы. Как-то она умно подделала ваучер в гостиницу и электронные билеты. Я же не зря у Сергея забрал все документы. Короче, фирму будем проверять. Заодно и фоторобот покажем. Ну, мало ли они ее где-то видели. Здесь такой друг, Егор. Он сказал, что у него есть знакомая Ольга. Я ее даже вообще не видел в жизни. Я ей 120 тысяч отдал. А ты хотел просто через меня подкатить? Ну, давай, Серега, сейчас все от тебя зависит. Глаза темные, корректные. Такими-то... Фоторобот, конечно, не фотка, но все лучше, чем ничего. Короче, фирму будем проверять. Заодно и фоторобот покажем. Так, это туристическое агентство. Давай туда без больших камер, я возьму барсик. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Слушаю вас. Я бы хотел заказать 10 путевок на фирму. Вот, хотел бы поговорить с вашим руководством. А, замечательно. У нас сейчас в сайте действуют скидки. Подберем для вас выгодное предложение. А вообще, куда планируете направление? Слушайте, я с радостью воспользуюсь вашими скидками. Вопрос только в том, что я крупный заказ хотел бы с руководством поговорить. Здравствуйте. Ага. Николай Иванович, смотрите, с вами хотят поговорить. Хорошо. К вам пришли. Чем помочь? Сейчас расскажу. Да, одну минутку. Давайте. Меня зовут Влад. Очень приятно, Николай Иванович. Я работаю на телевидении. На самом деле, никакие путевки мне не нужны. Я к вам по делу, Николай Иванович. Снимаю программу «Решал» на канале «Чейд». Программа о мошенниках. Слышали такое? Нет, ничего. Не слышали? Не знаю. Ну, в общем, ситуация такая. К нам в программу обратился парень молодой. Его обманули на крупную сумму денег. Продали ему несуществующий тур. При этом этот тур выписан вашим агентством. То есть, некая мошенница представилась сотрудникам вашего агентства. Выписала ему поддельный ваучер, поддельные билеты. И вот такой вот договор. Какая-то ерунда. Потому что мы вообще не занимаемся внутренним туризмом. А вот эта девушка случайно у вас не работала? О, в первый раз вижу это лицо. Подождите. Но еще раз повторю. Бланки билетов. Договор. Ведь это же от вашей компании выписано. Это же из интернета не возьмешь. Договор действительно составлен по форме. Но, раз вы говорите, что он фальшивый, пробей, пожалуйста, номер, а? Быстренько, прямо сейчас. Недоразумение, конечно, какое-то. Николай Иванович, все верно. Это электронный билет Москва-Прага. Ты проверила? Ты проверила? Да, он оформлялся у нас месяц назад. Именно в нашей компании. Посмотри, пожалуйста, тогда данные, на кого мы оформляли. Да, сейчас я проверю. Да, посмотри. Ну вот видите, какое совпадение. Пока ничего не буду комментировать. Для меня это непонятная ситуация. Дай мне, посмотрю я. Так, вот, значит, у меня это наша клиентка. Вот анкета. Ну хорошо, Николай Иванович, давайте предположим, что она и есть мошенница. Это использовала свои данные. Вы же, когда оформляете туристов, вы же снимаете копию паспорта заграничного. Вы, наверное, фотографии делаете для анкеты. Может быть, сверите фоторобот? К сожалению, вообще совершенно два разных лица. Ну чудес не бывает. Может быть, вы дадите ее контакт, и я с ней свяжусь, и, ну, скажем так, она прольет свет на эту неприятную историю. Влад, вы понимаете, к сожалению, данные эти дать я не могу. Хорошо. Ни с чем за это. Персональные данные. Я с уважением, я с уважением. Давайте тогда переведем разговор в профессиональное русло. Ну, свяжитесь с ней сами. Скажите, что приехали люди с телевидения. Снимаю программу о путешествиях. Предложите ей поучаствовать в этом интервью. Если она согласится, то мы подъедем на полные законных основания. Ну, давайте попробуем. Прямо сейчас ее и наберем. А можно попросить поставить на громкую? Здравствуйте. Алло. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Это Николай Иванович, директор фирмы туристической. Вы у нас совсем недавно покупали тур в Прагу. Помните? Да, конечно, помню. Замечательно. Вы знаете, тут какая вещь? Ко мне пришел журналист. Он делает программу о путешествиях. И хочет пообщаться с туристами. И вот как раз его интересует тема Праги. А вы недавно ездили туда. Может быть, вы как-то дадите там интервью? Или как-то вот можете посодействовать этому делу? Вам интересно? Ну, да, конечно. Мне очень все понравилось. И я готова рассказать об этом. Отлично. Отлично, Вероника. Спасибо огромное. Значит, его зовут Влад. Я тогда, с вашего позволения, дам ему ваш телефон? Да, конечно. Я не против. Прекрасно. Хорошего дня. До свидания. Спасибо. Хорошего дня. Так. Ну, Влад, значит, я тогда сейчас черпну телефон. Вот. И уже вы с ней сами, ладно? Хорошо, Николай Иванович. Вот. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. Тогда вот ваши эти, уж извините, не наши документы совсем. Спасибо. Спасибо за помощь. Ну, такое дело. До свидания. И вам до свидания. До свидания. До свидания. Ну, давай попробуем связаться с этой Вероникой. Телефончик я уже забил. Алло. Алло. Это Вероника? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Влад. Я на телевидении работаю. У меня репортаж горит. Вот программу уже надо сдавать. Я бы хотел у вас взять небольшое интервью по поводу вашей поездки в Прагу. Это возможно? Да, Николай Иванович звонил мне. Я могу дать вам интервью. Отлично. Давайте в ближайшее время. Допустим, сегодня. Сегодня, знаете, наверное, сегодня не получится. Возможно, я могу взять отгул на завтра. Отлично. Давайте тогда совместим приятное с полезным. Допустим, в 2 часа встретимся в каком-нибудь кафе. Я вас угощу кофе и сделаем небольшое интервью. Отлично. Хорошо. Тогда в 2 часа адрес пришлёте? Да, адрес вам пришлю чуть попозже. Хорошо. Договорились. Спасибо. До свидания. Ну, не получилось сегодня. Мы народ терпеливый. Встретимся завтра. Представьте такую ситуацию. Некая мошенница слетала в Прагу и решила окупить свою поездку с помощью аферы. И не просто так, а используя свой собственный авиационный билет. Тот самый уникальный номер. Но это ерунда, правда же? И я так думаю, что эта Вероника к мошенничеству не имеет никакого отношения. Но побеседовать с Вероникой надо, потому что это единственный наш конец, за которым можно размотать всю эту историю. Ведь кто-то из её ближнего круга имел доступ к её персональным данным, чтобы сварганить этот билет и кинуть Сергея. Хотел бы своей девушке Алёне сделать красивое предложение. Уехать в Сочи. Некая мошенница представилась сотрудником вашего агентства. Электронный билет Москва-Прага. Он оформлялся у нас месяц назад. Я бы хотел у вас взять небольшое интервью по поводу вашей поездки в Прагу. Это возможно. Так, именно в этом кафе назначили встречу с Вероникой. Миша, выйди на связь. На связь, вот. Миша, мы сейчас пойдём со всеми камерами. У меня большая просьба. Самостоятельно подойди туда и сделай фотографию этой Вероники. И отправь, пожалуйста, Сергею. Узнает он её или нет? Результат пришли мне по СМС. Это очень важно. От этого зависит тональность разговора с этой Вероникой. Как принял? Хорошо, сделаю. Пойдём. Пообщаемся. Всё, с Вероникой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Вероника? Да. А что, уже снимаем? Развознакомство. Меня зовут зовут. Да, камеры уже включены. Хорошо. Ну, расскажите, как вы съездили в Прагу? Знаете, очень здорово съездили. Поездка была очень классная. Много фоткались, много гуляли, много ходили. В общем, всё понравилось. Сейчас, извините, у меня СМС-очка пришла. Очень важная СМС-ка. Вероника. Я действительно работаю на телевидении. Зовут меня Влад Чижов. Я снимаю программу «Решал» на канале ЧАН. Это не совсем о путешествиях программа. Это программа о мошенниках. Не поняла. Дело в том, что ко мне в программу обратился молодой парень. Его обманули на крупную сумму денег. Причём использовали документы, по которым вы поехали в Прагу. Вот ваши документы, они были скопированы мошенникам. То есть использован уникальный номер авиабилетов электронных и очень хорошо скопирован договор с указанием всех реквизитов. Вот это всё подделка. Но использовались номера именно ваших билетов, по которым вы летали в Прагу. Как так может быть? Вы кому-то давали свои документы. Может быть, вы теряли где-то, забывали, кто-то возвращал. Вы пересылали кому-то эти документы? Документы были всё время при мне и билеты тоже. Не понимаю вообще, что происходит. А вы меня что, в чём-то подозреваете? Вероника, нет, я вас ни в чём не подозреваю. Просто хочу поинтересоваться. Вот эта девушка на фтороботе вам знакома? Лицо что-то напоминает, но... Точно, это же Галя, девушка с ресепшена, которой я давала документы. Вот оно что. Да, теперь я припоминаю. Перед вылетом я отправляла по почте документы, ну, чтобы она распечатала, у меня не было времени перед поездкой. Эти документы перед вылетом вы попросили распечатать девушку с ресепшена? Да, да, всё верно. Скажите, а у вас контакты этой секретарши Галины есть? Конечно, остались. Мы же работаем вместе. Вернее, работали, потому что недавно она уволилась. Но контакты у вас есть? Но контакты есть, да. А, может быть, адресок? Нет. Адрес её я не записывала. Хотя, знаете, у нас недавно был корпоратив. Я сейчас попробую посмотреть, может быть, смогу вам помочь. У нас создали общий чат. Ну, мало ли, там кто-нибудь напьётся, нажрётся, и всегда нужно знать, куда кого разводить. Сейчас я посмотрю, минуточку, пожалуйста. Да, знаете, сохранился адрес, как ни странно. Я могу вам скинуть. Будьте добры, на мой телефон. Да, конечно. Отправила. И телефон этой Галины. Хорошо. Новослободская. Да, всё верно. Спасибо вам большое. Странно, конечно, как такое могло получиться. Ну, вот такое у нас получилось странное интервью. Я, конечно, ожидала другого. Хотела поделиться своей поездкой, но, увы. Вы уж простите за беспокойство. И спасибо вам большое за помощь. Пожалуйста, надеюсь, вам чем-то помогло. До свидания. До свидания. Да, кстати, это я вас приглашал на копию. Так что. Ой, ну что вы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А выяснить. А выяснить это, в принципе, не сложно. Тем более и адресочек, и телефончик этой девушки у нас имеются. Алло. 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 Здравствуйте. это Галина. Вас беспокоит курьерская служба. Для вас заказан букет цветов. Нам нужно уточнить адрес. Давайте сверимся. Какой букет цветов? От кого? К сожалению, мы не разглашаем такую информацию. Но там в букетике есть маленькая открыточка. Возможно, вы узнаете отправителя. Ну, хорошо, приносите. Давайте сверим адрес. Новослободская? Да, сюда. Только, пожалуйста, уточните квартиру. Номер квартиры какой у вас? 14. Отлично. Все, тогда ждите, к вам подъедет наш курьер. Сколько вы будете? Ну, часа через полтора, через два. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Ну, вот и выясним, та это девушка или не та. Если не та, просто подарим букет. Миша, Миша, выйди на связь. Да, на связь, Влад. Миш, за полтора часа времени нужно сделать следующее. Купить букетик цветов, ну, такой не сильно навороченный, но и не скромный. И вызывайте Сергей в адрес. Сейчас адресок кину в общую папку. Поехали. Успеем с пробками. Ко мне в программу обратился молодой парень. Его обманули на крупную сумму денег. Вот эта девушка на вторую быть вам знакома. Это же Галя, девушка с ресепшена, которой я давала документы. Алло, здравствуйте, это Галина. Для вас заказан букет цветов. Ну, хорошо, приносите. Миш, нужно купить букетик цветов и вызывайте Сергея в адрес. Так, Сережа, тебя подготовили. Миша тебе все купил. Красивый букет. Очень хорошо. Значит, смотри, мы сейчас заходим. Ты к квартире подходишь, звонишь и косишь под курьера. Для того, чтобы она в глазок тебя не увидела, цветы вот так прикроешь лицо букетом. Понял? Да. Не волнуйся. Идем. Так, Сереж, давай-ка я тебя проинструктирую. Ты помнишь, да? Лицо прикрываешь букетом. Молодец. Если вдруг это не та девушка, букет даришь и прямо отваливаешь. Если та, то мы зайдем за тобой. Хорошо. Давай. Не волнуйся. Здравствуйте. Это та девица. Цветочки. Так, какого? Такие вот цветочки. А ты-то что здесь делаешь-то вообще, а? Папа что-то твой? Ольга, зачем вы меня обманули? Ну, ты что, сам лошара вообще? Вы что здесь снимаете вообще? Вы кто такие-то? Я должен был поехать в Сочи, сделал предложение своей девушки. Я вам об этом буду в кафе. И что? Слушай, да я сейчас вызову полицию вообще. Вон отсюда все. А что ты полиции скажешь? И что? Что надо? Ты скажешь, уходите, приперлись ко мне. Моя квартира. Что ты парня обманула? Или то, что ты документы подделываешь? А, между прочим, документики, которые ты подделала, лежат у меня в машине. Я с удовольствием дождусь. Вызывай. Ну, все, хватит меня снимать. Что вы вообще от меня хотите-то, а? Что вы? Ты деньги должна парню вернуть. Ты вообще зачем его обманула? Да мне были бабки нужны очень сильно. Олимпиадки, вообще, что вы сюда приперлись? Мне тоже вывели эти деньги, между прочим. Ну, и что? Ну, сейчас что ты от меня хочешь-то, а? Деньги надо вернуть. Какие деньги? Я их потратила уже сто лет назад. Тебя пожалеть, что ли? Ну, так вызывай полицию, или мы сейчас вызовем. А сколько есть? Ну, я не знаю. Сейчас я посмотрю. Бегом! Господи. У меня только 84 тысячи. Ну, мы не звери, 4 тысячи оставят на жизнь, а 80 отдай ему. Ну, ребята, вы вообще кто такие-то? А я тебе объясню. Меня зовут Влад Чижов. Это моя команда съемочная. Мы снимаем программу «Решала» на канале «Чья мошенника». Вот от таких, как ты. Поэтому я ж живой с тебя не слезу. 80 тысяч отдала, а должна сколько? 120. Нет больше, я потратила. Значит, пиши расписку на 40 тысяч. Готовь паспорт, бумажку, ручку. Бегом! Бегом! Расписка, то есть она будет как-то нотариально заверена, то есть она будет иметь юридическую суду. Сережа, не волнуйся, расписка правильно составлена, и даже если она не заверена нотариусом, принимается в суде. Это серьезный документ. Сейчас, вот, листок, все, взяла. Что писать? Паспорт готовь. Где твой паспорт? Так, Сережа, забери цветы этой даме. Не потребуется, а у твоей девушки подаришь. Вот паспорт мой, вот. Забыл тебе сказать, она на самом деле не Ольга, а Галина. В общем, так, пишешь. Галина. Число. Город Москва. Так. Расписка. Я, Галина Николаевна, год рождения и данные паспорта. Взяла в долг, взяла в долг, у Сергея Игоревича. Сережа, продиктуй, пожалуйста, свои паспортные данные. Серия 4612. 890. Угу. Так, дальше. Сумму. Какого сумма? 40 тысяч, 40 тысяч прописью. На срок 3 месяца. 3 месяца. Возврат долга гарантирует всем своим имуществом. И еще разок число и подпись. Дай-ка я проверю все. Пописал. Так, ну все верно. Сереж, держи. Это серьезный документ. Да, отдам я деньги. Отдашь, никуда не денешься, иначе через 3 месяца познакомишься с приставами. Короче, так, мадам, паспортные данные твои мы знаем. Если вдруг тебе придет в голову заниматься чем-то подобным, Сережа пойдет и напишет заявление. А документики, которые ты подделывала, я пока сохраню. На всякий случай. Хорошо. Делай выводы. Я поняла все. Ну все, Сергей, вопрос практически решен. Пусть и не в полном объеме. Да, спасибо вам большое. Пусть Алены сможете позвонить, сказать, что произошла такая ситуация, и что я попал все-таки. Так, Серег, давай-ка ты будешь взрослым человеком, Алене ты позвонишь сам, и как взрослый мужчина объяснишь ей, что вас обманули. Если она девушка, которая тебя любит, она все поймет. Я обязательно сделаю Алене предложение руки и сердца. Ну, как-нибудь попроще решу. Ну вот и молодец. Не на фоне гор. Ну вот и молодец. Деньги есть уже. Спасибо вам большое. И от меня, от всего сердца, от Алены, от нашей пары. Не попадайся, пожалуйста, в такие истории. Будь осторожен. Потому что вы сейчас в начале жизни очень часто делаете ошибки по своему, скажем так, неразумению. Разбирайся в вопросах, а с деньгами поосторожнее. Хорошо. Спасибо вам большое. Подруге своей привет. Я надеюсь, у Сергея все получится. И дела свои уладить, и с девушкой помириться. Правильно составленная расписка – это серьезный документ. Можно обратиться в суд. И у суда потребовать наложить арест на все имущество должника. И с помощью приставов просто вынудить его рассчитаться по своим долгам. Но мы с вами понимаем, что наличие расписки и получение денег сильно растянуто во времени. Так что лучше задумывайтесь до того, как вы делаете какие-то платежи. Особенно, если это касается, ну, типа вашего близкого круга. Знакомых, друзей или просто приятелей. И вот как-то так. Смотрите далее. Прививки делаем от коронавируса. Народ в панике, они на этом бабке зарабатывают. Еще в поликлинике про вас не слышали. По-моему, вы людям голову морочите. Танцы, держи. Как ни странно, быстрее всех на информационные поводы, которые волнуют население, реагируют именно мошенники. Они с удовольствием зарабатывают на темах, которые волнуют простой народ. Мне в блог написал Максим. Сообщил о том, что на подъезде его дома повесили объявление о том, что некая медицинская организация будет вакцинировать людей от коронавируса. Но, кстати, за деньги и пенсионерам скидка. У Максима есть все основания полагать, что это мошенники. Он со мной связался, и мы сейчас едем туда. Будем разбираться в этом вопросе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ну, рассказывай. Да вот они, за углом, полчаса где-то назад приехали. Что, прям скорая? Да-да-да. Вот, но я звонил в местную поликлинику, я звонил по горячей линии. Вот, сказали, ничего такого не проводят. Смотри, как быстро среагировали. Народ в панике, они на этом бабки зарабатывают. Наверняка работают прохиндеем. Давай-ка я с ними пообщаюсь, ты пока посиди в машине, и по рации я вас вызвал, подадёшь вместе с операторами. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, проходите. Так, кто следующий? Заходим по одному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовим денежки, размена нету. Все помним, пенсионерам скидки 500 рублей. А что за мероприятие-то у вас? Прививки делали от коронавируса. Да ладно? Да. Серьёзно, что ли? Вот я сделала уже. Очень хорошо. А это самое, какие условия-то? Ну, у нас условия такие. Пенсионерам у нас скидки предоставляются 500 рублей. У нас в основном пенсионерам. Всем привить надо. Понятно. Слушайте, а почему платно-то? Вроде когда была эпидемия свиного гриппа, всё бесплатно было. Правительство Москвы всё организовало. Мобильные пункты были. А вы что за деньги работаете? Вакцина дорогая, и её не хватает на всех. Вирус новый, на неё много потратили сырья. Она сейчас платная, везде. Сейчас нужно срочно сделать вакцинацию. Понятно. А вы какую организацию представляете? Ведицинская организация. Пинципальное учреждение. И документики у вас имеются? Конечно, имеются. У нас всё в порядке, просто мы с собой не возим. У нас всё в поликлинике есть. Гарантия 100%. В поликлинике документики. Что-то в поликлинике про вас не слышали. По-моему, вы людям голову морочите, мне так кажется. Максим, подходите со съёмочной группой сюда. Что-то какая съёмочная группа. Так, всё, давайте уходите. Нас*** здесь не надо. Послушайте, вот как раз мы и зафиксируем на видео, как у вас тут всё происходит. Выведем вас на чистую воду. Давай закрывайся, давай. Всё, до свидания, до свидания. Уходим. Подержи, пожалуйста, Пасик. Никто никуда не уходит. Не уходят никто. Не трогай меня, я сказал. Не трогай. Дистанцию держи. Встаём. Максим, лови её. Встаём давай. Убейте руки. Настроился на разговор. Ты чё? Ты чё? Ты чё? А что ты мне в голову? Ну чё, я тебе не в голову? Ты чё? Ты на физраствор, а вы? Чё я в голову-то? Иди, иди сюда. Не волнуйтесь, физраствор, ну в поликлинику в любом случае сходите. Ну чё, настроился на разговор? Ключи, а в машина бегом. Давай, договоримся. Максим, загоняй её в тачку. Давай-ка, быстро. Ключи, а в машине, в машине, в машине, в машине. Давай-давай, сейчас тебе предъявят. Подумай, поднимайся. Давай-давай. Одень, одень, два. Всё, заблокировано. Очень хорошо, держи ключи. Мы сейчас вызовем полицию. Максим, караули их. Значит, вы пишите заявление. В полицию вам деньги вернут. Вот они как раз там сидят, выйти не смогут. Спасибо большое, ну надо же так попасться. Всё, на будущее всегда звоните, проверяйте. Максим. Спасибо. Молочага. Спасибо большое. Всё, ждите полицию. Входь до афериста. Чёрт его. В потоке новостей иногда тревожно сбить вас с толку проще простого. Но вам не нужно поддаваться панике. Если стране угрожает какая-то эпидемия, не переживайте. Все эти вакцинации должны проходить в поликлиниках. А если это мобильные пункты, то они обязательно имеют документы. Если вы видите вот такой вот дикий полевой госпиталь, не надо даже сомневаться. Вызывайте полицию. Такие лавочки надо прикрывать. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok